Доброе время суток друзья! В этом коротком ролике я расскажу вам о трёх способах как создать подвижную платформу или простейший лифт. Поехали! Вариант 1. Панк Моулинер. Данная Brush Entity идеально подходит для простейших лифтов. В её свойствах можно найти такие пункты как звук движения, звук остановки. Помимо этого присутствует возможность указать направление движения платформы, расстояние и скорость. И ещё одна интересная переменная – точка старта. Говоря доступно, если указать 0, то ваш лифт будет двигаться так, как указано в графе Move Direction. Но если будет единица, то лифт будет работать зеркально противоположно. Вместо того, чтобы подняться, он будет опускаться от стартовой точки. Я настоятельно рекомендую использовать эту Entity для простых лифтов. Поднимать и опускать её можно через Input команды Open и Close, подобно обычным дверям. К слову, Funk Door тоже можно использовать, но зачем? Воздействовать на Funk Move Linear можно двумя способами. Либо обычным триггером Multiply, либо через Brush Entity Funk Button. Если вы не умеете ни того, ни другого, прошу ознакомиться с текстовой версией уроков у нас в группе ВКонтакте. Вариант второй – Funk Plate Road. Данная Brush Entity – самая баганутая из тех, что будут показаны в этом видео, поэтому я бы попросил вас стараться не использовать её в ваших картах. Помимо переменных, которые были в прошлой Entity, здесь есть ещё Spin Amount – сила вращения. Если вам нужно, чтобы лифт во время движения сделал круг вокруг своей оси, укажите 360 градусов. Флажки X и Y указывать лифту, в каком изначально положении ему быть. В CSGO эти флаги могут не работать. Ну, у меня точно не работало. Теперь начнём с касс о багах. Первый баг. Изначально Entity думает, что лифт находится вверху, поэтому, чтобы его поднять, в графе расстояния нужно указывать число от минуса. То есть, чтобы поднять лифт на 64 юнита, нужно написать минус 64. А вейн подкомандах всё выглядит так. Чтобы поднять, нужно указать Go Down, чтобы опустить Go Up. Не запутайтесь, если вам вообще это нужно. Второй баг. Если в графе расстояния ничего не указывать, то лифт может начать двигаться в никуда, улетая вдаль, либо вообще не сдвинется с места, что было бы логично. И третий баг, или просто лень Valve, если отключить флажок тюкл, Entity не будет работать. Или вообще игра может зависнуть и вылететь к чертям. Тупо, грустно, больно. Поэтому я бы и не советовал вам эту Entity. Вариант третий. One Track Train. Данная браш Entity работает по принципу поезда, ездящего попав треком. В старых версиях движка, таких как Half-Life 2, ваш лифт может смещаться относительно начальной или конечной точек движения. Если платформа ездит туда и обратно, либо же телепортируется. Что делать в этих случаях? Использовать не два повтрека, а четыре, где лифт будет ездить между вторым и третьим треком. В таких случаях сдвиг не наблюдается. У меня. В CSGO благо такого бага вообще нет. Так что думайте сами и решайте сами, что иметь, а что нет. В скором будущем мы выпустим видео на тему, как создать сложный лифт с дверями и возможностью подниматься на разные этажи, а не только следовать из пункта А в пункт Б. Что это будет? Мастер-класс или долгий и нудный видеорассказ? Зависит от вас. Голосуйте вконтакте. Ну а я попрощаюсь с вами до следующего раза. Удачи, томодачи! Субтитры сделал DimaTorzok